И опять-таки мы должны столько элементов соединить таким образом, сколько мы приготовили. В моем кулончике 6 элементов таких использовано. И в конце концов я замыкаю мои вот эти вот все 6 элементов в кольцо. Вот видите, у меня собрано 3 элемента и уже получилась половина кольца. То есть мне надо еще 3 элемента и получится кольцо. Вот смотрите. 3 элемента есть, еще 3 элемента и у меня получится кольцо. Мы не будем так далеко заходить. Теперь я хочу вам показать, каким образом я присоединяю нижнюю часть моего элемента. Они из таких же элементов сделаны. И уже теперь, смотрите, я беру опять-таки... Хочу, значит, заметить вам, что верхняя часть наших элементов не соединяется. Поэтому, так как я не буду заканчивать по кольцу вот эту мою деталь, я пройду сейчас до середины. То есть, вы видите, я набрала просто бисеринку, чтобы мне сохранить весь этот дополнительный ряд. И выйду до того места, до куда у меня соединяются мои элементы. То есть, до этого момента мои элементы в первой детали моего кулона соединены. Вот до этого момента. Вот до этого момента мои детали соединены. Здесь у меня должна выходить лесочка. И я беру детальку, ставлю вот таким образом. Так. Начинаю сшивать детальку нижней части моего кулона. Я надеюсь, пока вам все понятно, что я делаю. Потому что все это мы проделывали с вами с бусиной. Просто мы сшивали там полностью края наши друг с другом. А здесь несколько мы поменяли технику нашу сшивания. Вот смотрите, я опять дохожу до места, где у меня соединяются. И начинаю после этого момента заполнять мою оставшуюся сторону дополнительными бусинками. Вот добавляем еще один кристалл. И дальше бисеринками заполняем. Бисеринка. И добавляем новый элемент. Добавляем новый элемент. То есть сшиваем его таким же образом, как сшивали предыдущие элементы, до середины. До середины. Вот смотрите, вот в этом немножечко сложность работы с этим кулончиком. Очень много деталек. Приходится все это изловчаться, придерживать, чтобы было все четко видно, где же нам что пришивать. Вот мы сшиваем до середины эти детали изнаночной стороны. Возможно, на экране вам не все понятно, но когда вы возьмете в руки свои детальки и начнете сшивать медленно, вы поймете, где и что нужно соединять. Вот я соединила эти детальки сверху, а теперь мне надо соединить переднюю часть моего кулончика и изнаночную сторону вот уже в нижней стороне. То есть мы проделываем ту же операцию, просто у нас вот это соединение уже идет не полностью по боковой стороне нашего элемента друг с другом, а половина деталек соединяется с верхней стороны кулона и половина деталек передняя с задней частью соединяются. Если постараться, конечно, это процесс сам по себе несложный, просто неудобный. Просто неудобный. Опять мы переходим на противоположную сторону и сшиваем до места соединения лицевых наших вот этих деталечек. Опять дошли до этого места, соединили и начали добавлять... Вот смотрите, у нас эта сторона сшита. Вот видите? И мы начинаем уже здесь дальше добавлять дополнительные бусинки для того, чтобы мы могли пришивать следующую деталь. Берем следующую нашу детальку и начинаем сшивать. Сшиваем до места соединения с предыдущим элементом. Возможно, сейчас немножко мне проще это делать, так как я не взяла все 12 элементов, чтобы показать вам весь этот процесс. Но думаю, что вам стало понятно уже после того, как я показала на небольшом количестве. И теперь я сшиваю уже верхнюю часть моего кулончика, вот с лицевой частью, то есть начинаю сшивать. И вот посмотрите, какой результат мы уже получим. Ну вот, в принципе, я собрала вам три элемента. Вот так они выглядят. Вот видите? А вам уже можно пришивать столько элементов, сколько вы захотите. Я взяла 6 элементов. Вы можете взять больше элементов. Ваш тогда кулончик будет выглядеть несколько иначе. Вот, то есть более будут частыми ваши вот эти лепесточки. Если вы хотите все-таки, чтобы он выглядел как мой, я взяла 6 элементов сверху и 6 элементов с изнаночной стороны. Вот эти жемчужинки, они не приплетаются. Они просто прошиваются насквозь через мои вот эти вот элементы. Вот таким образом я прохожу моей иголочкой с лесочкой и одеваю жемчужинки, кристаллы, что вы захотите. То есть здесь, я думаю, вы ни с какой проблемой не столкнетесь. На этом мой кулон, в принципе, будет закончен. Но я хочу вам показать еще несколько других возможностей вот этих элементов. Я показала вам, что из этих элементов можно сделать и вот такой кулон. Этот кулон сделан несколько иначе. То есть даже ближе к нашей бусине. Даже ближе к нашей бусине. То есть, опять-таки, я сшивала, я сделала вот здесь 8 элементов таких. Не 12, как в этом кулоне, а 8 элементов. И сшивала полностью по боковой стороне. По боковой стороне. Но по одной стороне. То есть вот таким образом. Вот хочу показать, что в этом кулончике у меня мои детальки сшиты по одной стороне. То есть вот каждая следующая деталька соединяется со следующей стороной. Вот таким образом. Как арбузные долечки. Как арбузные долечки. Единственное отклонение, что в этих наших элементах для этого кулончика мы использовали весь бисер крупным. И вот мои вот эти вот арбузные долечки получаются более такими плавно выгнутыми. А здесь более резко выгнутыми. Все это добивается за счет того, что мы в среднем плетении вот здесь, в этом месте, использовали бисер более мелкого размера. И на этом вы тоже можете играть формой ваших кулончиков. То есть чем мельче бисер, тем сильнее будет загнута вот эта вот деталька ваша. И поэтому кулончик может быть похож на юлу. Чем крупнее вы будете брать, тем будет больше похож на шарик какой-то вот такой ребристый. На этом можно сыграть и делать даже колье из таких вот шариков плетеных, интересных, ребристых. Также вот с помощью вот таких вот деталек можно сделать очень красивый шарик. Если мы сплетем опять-таки две детальки вот такие из нескольких таких вот наших элементиков, вот предположим, шесть будет у нас элементов вот так до середины соединены. И еще шесть элементов точно так мы соединим до середины и затем их сошьем зигзагом. Вот таким образом. Можете представить, как будет у вас выглядит ваш шарик. Вот таким образом сшитые наши будут детальки. Насколько красивым получится ваш шарик. То есть здесь можно придумывать множество, я думаю, различных вариантов сшивания вот этих ваших деталек и получать какие-то интересные вот вещички, кулончики, подвесочки. То есть вы уже можете сами решать, каким образом все это вас устроит в вашем выражении вашей индивидуальности. Я думаю, что на этом мы можем закончить наш мастер-класс. Я дала повод к вашему размышлению, к вашему творчеству. Желаю вам успехов и всего вам доброго в новом году. Если вам нравятся наши мастер-классы, подписывайтесь на наш канал, чтобы вы могли получать новые видео-мастер-классы.